В повестке последнего заседания сезона 14 пунктов. Депутаты утвердили стоимость жилого помещения на одного члена семьи, который претендует на выделение собственных квадратных метров. Эта цифра составила 564 662 рубля. Народные избранники предложили пересмотреть эти данные, потому что через несколько дней в Башкортостане повысится тарифы на теплоснабжение, электроэнергию и воду. Это, безусловно, отразится на новой цифре. К тому же нефтеканцам, которые встают на учет на получение квартиры по различным социальным программам, должны зарабатывать не более 10 461 рубля. Единогласным за был избран аудитор контрольно-счетной палаты. Этот орган появился в городе недавно и создан для контроля за бюджетными деньгами. Председателя КСП депутаты назначили на предыдущем заседании. Аудитором стала Наталья Лобанова. Имеет высшее образование, имеет опыт работы в области государственного управления, государственного контроля, аудита финансов. Стаж государственной службы и стаж работы по специальности более 15 лет. Звание почетного гражданина города будет присвоено трём жителям Нефтекамска. Бывшему руководителю кармановской ГРС Юрию Володину, директору нефтяного колледжа Фаата Кузырбаеву и экс-мэру Игорю Лиму. Трудовые коллективы этих заметных персон внесли предложение о награждении. Иллюз Гарифулин согласовал, а депутаты утвердили список новых почетных граждан. В составе молодежного совета произошли изменения. По различным причинам четыре человека сложили полномочия. В обновленный состав вошли две студентки БГУ Гульнаска-Малого и Чулпан Юсупова и два студента машиностроительного колледжа Фархад Нурдинов и Евгений Айканов. Заместитель главы Нефтекамска Шамиль Халитов рассказал депутатам о том, что в прошлом году пять детей-сирот и детей, оставшие без попечения родителей, получили собственное жилье. Еще столько же могут рассчитывать на выделение квартир и в этом году. Администрация делает ставки на строительство нового социального дома, где стоимость квадратных метров ниже среднерыночных. Стоимость квадратных метров определено 27 500 рублей. При норме 28 квадратных метров стоимость одной квартиры получается 770 тысяч рублей. По этой сумме приобретение граждан в нашем городе невозможно. На заседании депутаты узнали о доходах и расходах администрации за последние пять месяцев, развитии домовых комитетов и утвердили порядок номинований новых улиц в городском округе. Следующее заседание совета состоится, скорее всего, в сентябре. Анна Сазыкина, Кирилл Попов, информационная программа «Ежедневник».